Как проверить квартиру самостоятельно? Мы узнаем, что нужно проверять при покупке квартир. Мы поймем, зачем делать проверки. Для самых стойких, кто досидит до конца, будет возможность получить чек-лист 30 ссылок для самостоятельной онлайн-проверки недвижимости. 20 лет назад в этой квартире обременений нет. И вот это все можно найти до того, как вы внесли свои деньги. Представляете? Просто заказав выписку из ЕГРН, которая стоит 4 рубля 50 копеек, в конце расскажу, где эти выписки по такой цене можно получить. Сделка развалилась, и представляете, развалилась она из-за того, что не сравнили сведения, которые написаны в свидетельстве, и сведения, которые были в Росреестре. Благодаря выписке из ЕГРН, которая стоит 4 рубля 50 копеек, мой клиент сэкономил миллион рублей на покупке. У вас будет односторонняя реституция, квартиру заберут, а деньги не вернут. Вот этот срок, он всегда очень короткий у мошенников, им надо быстро деньги свои, понимаете, забрать. То есть он может быть месяц, два месяца. Ну вот как, например, на экране, представляете, земельный участок купили 16 ноября 2015 года, а 22 декабря опять продали. Ну зачем люди это сделали? Зачем ты его купил и сразу продал? Если мы в истории перехода в право собственности видим договор дарения, то в 50% случаев договором дарения заметают следы. А где логика? Зачем он вам ее подарил год назад, и теперь вы полтора миллиона потеряете? Вы скрываете что-то? Она, ой, да что вы такое говорите, Алексей, да что он не имеет права, да как, да это его волеизъявление он мне подарил, мы там хотели развить. Ну и рассказывает мне какую-то историю такую невнятную. То есть получается, что эту квартиру таким образом отбеливали, и там было куча судов, и никакой Сбербанк даже не открыл открытый источник, понимаете? То есть выписку из ЕГРН закажут, и все. А это только одна десятая часть из того, что нужно проверять. Проверка квартиры состоит из 12 этапов. В этой выписке содержится вся информация, кто в эту квартиру и когда, по какому основанию прописался, сколько времени был в этой квартире прописан, когда и по какому основанию он убыл из этой квартиры. Таким образом, они кинули ребенка, по-другому не могу назвать, на собственность. Просто его не наделили собственностью, умышленно это сделали. И вот этому ребенку, когда исполнится 18 лет, то есть через 4 года, у него будет 1 год для того, чтобы обжаловать этот договор передачи. И теперь с момента, как он его получил, у него есть 10 дней на обжалование этого решения суда. И неважно, через сколько лет он придет в Чертановский суд. Через год, через два, через пять. Как думаете, на чью сторону встанет суд при таком раскладе? Вы должны знать, когда покупаете квартиру, все суды, в которых эта квартира участвовала. И после этого, в течение полугода после выплаты ипотеки, вы обязаны на всех членов семьи своей оформить собственность. Мат-капитал – это камень преткновения. Обращайте на это внимание за капремонт. В каком случае он есть? Город московский возьмите. В любом случае, почти во всех домах новых, которые построены, долг за капремонт приходит отдельный квитан. Одобрили ипотеку или определились с деньгами, нашли покупателя на свою, осмотрели квартиру, поторговались, сделали предавансовую проверку, внесли аванс, обязательно аванс, 30 тысяч рублей. Проверили квартиру, с ней в порядке, теперь проверяем собственника. А тут еще немаловажно, тут еще больше объем, который нужно проверять. Тоже 12 этапов, но абсолютно другие. Это долги продавца на текущий день, это долги на текущую дату, на сегодня. Есть долги или нет? Банкрот он или нет? Есть с вами на экране две справки, справа платная, слева бесплатная. Напишите в комментариях, какую справку вы попросите у продавца. Если человек должен больше 500 тысяч рублей и три месяца не исполнять своих обязательств, то его можно признать банкротом. То есть тебя сейчас признают банкротом и этот договор дарения аннулируют. Получается, если вы сейчас покупаете квартиру и продавец на сегодняшний день должен кому-то больше полмиллиона рублей и три месяца не исполняет обязательств, то вы покупаете минус замедленного действия. И люди, вы не представляете, как имущество вводят, делают брачный договор. И он, получив деньги, вы что думаете, они бегут отдавать кредиты банкам? Нет. Они, знаете, что делают? Они берут и на эти деньги покупают, например, квартиру на дочь. Потом они приходят, банкротятся. Финансовый управляющий берет выписку из ЕГР. Обо всех объектах, которые у него были. Ему ЕГР дают, ага, были объекты у него такие. Он смотрит, ага, в течение два года назад, когда он уже был должником, он получил квартиру в наследство и продал ее. Не по полной стоимости. И еще не безналичный расчет. Значит, он идет к судье, финансовый управляющий. Судье говорит, вот, смотри, квартира. Пишет исковое заявление. Судья заказывает независимую оценку на момент сделки. Видит, что квартира стоила там 5 миллионов рублей, а продана была за 3. И человек после того, как деньги получил, наличными обязательно через ячейку, потому что считают все арестованные. Соответственно, когда вы это не проверяете. И это сплошь и рядом. Если вы думаете, вас это не касается, скорее всего, в вашем доме есть пару таких квартир. Должны понимать все судебные процессы, в которых участвовал ваш продавец. Или нет, расскажу вам самое частное нарушение, связанное с браком, которое мы встречаем раз в неделю. И когда он об этом узнает, суд встанет на его сторону, потому что срок исковой давности будет исходить от того момента, как он узнал. И как вы думаете, за 5 миллионов рублей, которые ему положены с этой квартиры, будет он с вами судиться или нет? Давайте так, вы бы стали судиться за 5 миллионов рублей, если бы узнали вот об такой ситуации. Вы должны не только выбрать квартиру, проверить ее, но и быть сами добросовестным приобретателем. Я думаю, что многие из вас, ну вот как бы хотят купить квартиру и мечутся. Что им делать? Купить квартиру самостоятельно, обратиться к агентству, к риэлтору, к частному риэлтору. Либо вообще самому квартиру проверить, и казалось бы, ничего тут такого трудного нет. И вы можете проверить квартиру по той методике, которую я вам сегодня рассказал, для того, чтобы вы понимали, как и что юристы проверяют при сделках недвижимости. Если вы выберете путь идти самостоятельно, вы должны примерно по такой системе и проверить, ну либо по какой-то другой. То есть как мы работаем при покупке квартиры. Просто мы ваши документы отправили на одобрение, и вы уже миллион сэкономили на выплатах. Как бы мне воспользоваться, ну например, вашим соглашением об авансе. Вы же делаете, у нас есть специальное авансовое соглашение, которое заточено под покупателя. Покупаете квартиру с мебелью и техникой, возьмите опись имущества, запишите все, чтобы вас потом не кинули. И вы на что надеетесь? На удачу? Он нам эти документы скидывает, и мы уже на этом этапе можем понять, хорошая квартира или нет. Каждую среду в 19.00 приходи, регистрируйся на бесплатный вебинар, и ты на нем подробно узнаешь, как самостоятельно проверить квартиру перед покупкой и не нарваться на мошенников. Каждую среду в 19.00 приглашаю тебя на бесплатный вебинар. Ссылка на регистрацию под этим видео, либо жми на кнопку «Хочу зарегистрироваться». На вебинаре мы с вами разберем, как самостоятельно проверить квартиру перед покупкой и не нарваться на мошенников. Если вы решили купить квартиру, знаете, какие проверки нужно сделать, чтобы не лишиться квартиры. Если вы этого не знаете, приходите, обязательно с вами поделимся. Проверка квартиры состоит из 12 этапов, и мы разберем каждый этап с вами вместе, для чего и какие риски стоят за каждым из этих этапов. Проверка собственника – не менее значимый этап. Разберем 12 этапов, как же проверить собственника и вывести его на чистую воду. Вы поймете, как предаванцевая проверка может уберечь вас от мошенников, заказав выписку за 4 рубля 50 копеек, и на вебинаре я расскажу, каким образом вам это сделать. Вы поймете, что можно узнать из истории перехода в право собственности. Мы с вами разберем основные мошеннические схемы в недвижимости. И плюс у вас будет возможность получить чек-лист 30 ресурсов для проверки объекта недвижимости и собственника перед покупкой. Это 30 онлайн-инструментов, сидя дома на диване, вы сможете без проблем проверить любой объект недвижимости в России. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по кнопке ниже. И для всех, кто зарегистрируется, получат такой гайд «10 правил покупки квартиры». Жду тебя в среду в 19.00, ссылка для регистрации под этим видео.